Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите, как всегда, кулинарную пропаганду. Лето в самом разгаре и самое время для самых разнообразных экспериментов с блюдами на углях. Постоянные зрители канала помнят этот выпуск. Я показывал первый опыт использования чудо-агрегата от компании Weber. Для тех, кто выпуск пропустил, а личные убеждения не позволяют щелкнуть на соответствующую ссылку и таки посмотреть, сообщаю. Это устройство идеально подходит для приготовления в технике low and slow. То есть при низкой температуре и медленно. В наш век бешеных скоростей, простите, не удержался и похвалился. В нашу деревню наконец-таки провели оптоволокно и теперь у меня не 3 мегабита в секунду, а все 30. Так вот, в наше стремительное время все бегут, бегут и закономерно добегают до Макдональдса. А фастфуд давно уже стал синонимом джанкфуд, мусорной еды. Поэтому мне очень бы хотелось сохранить островок, в котором, если и быстро, то совсем не мусорно. А если медленно, то это не значит, что все эти 3, 5, 6 часов я стою как проклятый над плитой, над сковородками, над углем и готовлю. Нет, моих трудозатрат в случае вот этих самых медленных рецептов не больше, чем я трачу на шашлыки. И это чудо-железяка мне поможет. Для начала нужно заботиться розжигом. Я вам уже неоднократно расписывал вот это суперустройство. Стартер. Гениальнейшая штука. В нем все разгорается без участия человека, без всяких дурацких размахивания по халам, раздувания углей и прочего. Если в вашем мангале угли уже заканчиваются, а продукты еще остались, то прерывать готовку на разжигание в мангале следующей партии не требуется. Выдрузили стартер на парочке кирпичей рядом с мангалом, и пусть он себе разкочегаривает очередную партию. Пока угли разгораются, я вам предлагаю окунуться в прошлое. Начал процесс приготовления я позавчера. Привет из прошлого. Завтра или послезавтра еще не решил. Я собрался порадовать себя, близких и вас, и поэтому прикупил свининки. Вот у меня кусок шейки и совершенно суперские ребрышки. И сейчас собираюсь все это замариновать. Так как мариноваться будет долго, сутки, а то и двое, то для того, чтобы к окончанию процесса все это мясо не превратилось в безвкусные тряпочки, маринад я сделаю на масляной основе. С ребрышек я уже снял предварительно пленку. В этом куске 1,6 килограмма. Если кость удалить, останется, наверное, килограмм мяса. Стандартная мера. 20 грамм соли на килограмм мяса. Черный перец. Чеснок. Растительное масло. И пара ложек вустарского соуса. В его состав входит тамаринт. И на мой вкус, этот соус идеально подходит практически к любым продуктам на гриле. Ну, исключая, конечно, морепродукты, рыбу. Ребра старательно промассирую. Вот так. Отлично. Чтобы равномерно пряности разошлись. С ребрами разобрался. Теперь с шейкой. Для нее практически тот же состав. Соль, перец, чеснок. Оливковое масло. Но вместо вустарского соуса в этот раз я добавлю, во-первых, молотой зиры, во-вторых, сладкой паприки. Немного, но вот так будет достаточно. И в-третьих, небольшое количество острого красного перца. Шейка сама по себе жирное мясо. И, как мне кажется, острота красного перца будет очень хорошо с этой жирнотой сочетаться. Ну, а теперь накрываю все пленкой. Чтобы не заветливалось в холодильнике. И оставлю мариноваться на холоде до лучших времен. Естественно, раза два в день буду вытаскивать, переворачивать, массировать. До встречи! Вот так все и было. Угли разгорелись, однако, обратите внимание сюда. Во-первых, как обещал в прошлый раз, я провожу испытания угольных брикетов. Во-вторых, в сегодняшнем рецепте я постараюсь еще более точно контролировать температуру. И для этого я выложил брикеты вот эдакой змеюкой вдоль стенки. И зажигать буду с одного конца. Идея такая. Пламя будет медленно идти по телу этого удава. И температура, естественно, будет ниже, чем если бы на колосниках горел весь этот уголь. Поехали! Вот так. Сейчас все более аккуратно разложу. Кстати, вот эти удобные щипцы тоже от Вебера. Что мне понравилось, они цельнометаллические. Значит, без проблем можно мыть в посудомоечной машине. Все пластиковые накладки на ручке рано или поздно начинают трескаться. Ну вот, как-то так. Собираю агрегат. Сначала среднюю часть. В нее отправляется чаша для воды. Напоминаю, что вода во время приготовления не только создает влажную атмосферу в этом объеме, но и служит своеобразным регулятором температуры. Если в процессе приготовления вы вдруг заметили, что температура внутри стала расти, можно просто добавить воды вот через эту дверцу. Теперь дешетку вниз и сюда отправляется кусок шейки. Она так мощно пахнет пряностями. Щуп термометра сюда и загоню его в мясо. Вот реально классно придумано. Отлично. Верхняя решетка. А на нее вот эти вот замечательные ребрышки. Чеснок соберу. Он уже свою роль выполнил. И накрываю крышкой. Хочу заметить, что мясо у меня мариновалось два дня лежа в холодильнике. Но сегодня с утра я его вытащил из холодильника и положил прогреваться при комнатной температуре. Сама по себе идеология low and slow родилась как способ получить идеально приготовленное мясо. Что значит идеально? Готовность мяса определяется степенью денатурации белков. Денатурация и сиречь созрушение происходит с ростом температуры. Однако вместе с этим ростом температуры одновременно из мяса уходит и влага. Поэтому для идеально приготовленного мяса очень важно поймать ровно тот момент, когда степень денатурации уже достигла необходимой вам, а влага еще не успела покинуть мясо. Конечно же я сейчас веду речь о мясе, которое вы готовите в духовке или на углях или на сковородке, потому что если вы кусок мяса варите, то вам по большому счету наплевать, уйдут из мяса соки или нет. Ведь оно все равно в бульоне. В случае же с грилем, со сковородкой, с духовкой контроль температуры чрезвычайно важен. И вот тут и зарыта собака. К тому времени, когда температура внутри, в центре куска достигнет необходимой вам, поверхностные слои будут иметь уже гораздо более высокую температуру. А значит будут пересушены. Поэтому чем более медленно мы готовим, чем ниже температура готовки, тем тоньше получится тот самый, назовем его испорченный пересушенный слой мяса. В обычном гриле такую низкую температуру получить крайне сложно. Уголь располагается слишком близко к продукту. Здесь же другое дело. Мясо будет готово, когда температура достигнет 69-70 градусов. Однако я же хочу еще получить румяную такую поджаристую корочку, поэтому выставлю датчик на 65 градусов. Ждем. Пищит. Разбираю конструкцию. Вот так. Теперь собираю весь уголь в кучу. Пусть посильнее разгорается. Обжигает руки вообще. И вот так. Ребрышки. Шейка. Такая шейка. Тоже почти готова. Из корпуса убираю чашу с водой. и обратно, уже без чаши с водой, собираю агрегат. Мясо смажу самым обычным покупным барбекю соусом. Рецепт его приготовления я во всех подробностях показывал вот в этом ролике. Щелкайте, смотрите, ну или заглядывайте в описании видео, ссылку я там размещу. А лучше посмотрите, а потом приготовьте, но проявите фантазию. Для сегодняшнего рецепта, как мне кажется, соус должен быть обязательно на томатной основе и иметь яркий, кисло-сладкий вкус. А вот каким способом его добиться, дело целиком и полностью за вами. В качестве кислоты можно взять лимон, можно взять яблочный уксус, винный уксус, бальзамик, можно даже яблочный сок взять. Ну, в общем, фантазируйте. Ну вот, пока я болтал, куски хорошо смазаны. Убираю их внутрь. Опять термометр и накрываю крышкой. За то время, пока я возился с обмазкой мяса, температура в кусках успела выровняться. Частично уйти наружу, а частично проникнуть внутрь кусков. То есть, вот этим отдыхом для мяса мы еще больше сократили возможную толщину вот этого пересушенного слоя. Но остается дождаться только, когда температура внутри кусков достигнет 69 градусов и можно садиться за стол. Но расслабляться пока не стоит. Сейчас-то воды внутри этой конструкции нет и температура внутри высокая. Ждем. Пора, пора, порадуемся вкусному куску. Давайте смотреть, что у нас тут. Ну, вот здесь, наверное, отрежу. фантастика. Обалдеть! Вы видите это? Феерия вкуса. По крайней мере, запаха точно феерия. Смотрите. Давайте я откромсаю кусочек. Запах, вкус. Да черт вас два я бы смог добиться такой сочности, если бы готовил эти ребра в своем гриле. Нет, техника слоу кук рулит однозначно. И соус здесь очень ярко все подчеркивает. И мясо прекрасно промариновалось, пропиталось всеми ароматами. Фантастика. Меня сейчас побьют операторы, поэтому я уже покажу вам, что у меня с шейкой получилось. Так. Нет, вы видите это? Видите? Фантастически сочное мясо. Весь уже заляпался. Друзья мои, никакой шашлык в жизни не сравнится с такой техникой приготовления. Даже если вы не можете сейчас позволить себе такой агрегат, вы можете нечто похожее приготовить сами. Сначала вот при этой температуре 90-95-100 градусов, запечатав фольгу или просто убрав во влажную атмосферу духовку, в духовку кладете на дно противень с водой, выше на решетку кладете мясо и запекаете с термометром до температуры 65 градусов. А доводите потом, обмазав вот этим соусом, на обычном гриле, ну, только накрыв какой-нибудь крышкой. Тогда вы получите и дымок, и вот это вот сочность приготовления. Да, конечно, тут есть сложность, нужно хорошей духовкой на даче обзавестись, либо иметь свой дом. Но это классно. На сегодня это все. Спасибо огромное компании Weber за предоставленную мне возможность опробовать этот агрегат. Я думаю, еще ни раз и ни два я покажу какой-нибудь рецепт с использованием этой штуки. У меня есть еще замечательная подставочка для копчения рыбы, колбас в подвешенном состоянии в этом агрегате. Тоже соберусь как-нибудь и покажу. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова